пожалуйста вместе с электриками приглашайте и монтажников 40 есть потери вы можете посчитать сами друзья ролик начинается как говорится с конца еду с объекта знакомые попросили посмотреть перед покупкой короче солнечные панели солнечную электростанцию и ветрогенератор который как бы генерировали заряжали аккумулятор удаленная так сказать база отдыха на которой не было электричество потом в итоге туда провели электричество систему отключили в общем ее теперь продаю вот я съездил со знакомыми туда посмотрел ее и сейчас вы посмотрите видео что она из себя стала представлять и я некоторые там итоги тоже подвожу на этой базе использовали как ветер и солнце и также хотели построить гидроэлектростанцию ну что-то у них пошло не так и она не была достроена ветрогенератор момент нашего приезда стоял на тормозе конечно на каком я покажу дальше но он медленно крутился еще земли было видно что хвост поврежден точнее хвостовая палка видимо была обломана в районе ее крепления корпуса ветрогенератора вот в этом добре надо разбираться полстепроводники это пришли от ветряка вот как плохо когда электрики обычные работают без монтажников солнечных панелей посмотрите просадили аккумуляторы вот этот 12 сейчас чуть-чуть подзарядил вот этот вот 11 тоже чуть-чуть подзарядился были 6 7 6 7 6 7 я просто кинулся солнечных панелей есть вот напрямую кинул кабель и чуть-чуть их подзарядил короче привели сюда электричество систему отключили альтернативы сначала просели аккумуляторы потом видимо сгорели контроллеры все когда с них началось идти без подсоединения к аккумуляторам напряжения из солнечных панелей и с ветрогенератора вот посмотрите вот в таком состоянии подключен контроллер солнечный то есть вот один конец вот народ конец короче все он уваляется вот в таком режиме так получилось подзарядить аккумуляторы напрямую кинул от 1 1 линии панели поднялось напряжение до 52 вольт и вот запустился инвертор то есть один инвертор рабочий значит из целого оборудования остался map энергия на 9 киловатт 48 вольт солнечные панели вроде все выдают какое-то напряжение аккумуляторы сульфатации покрылись но поднялась все-таки напряжение на 12 вольт вот этот контроллер живой оказался даже заряжает но он был почему-то зачем отключен этот контроллер разобрал у него там все внутри вентиляторы все замкнувшие система сейчас вот этот проводник это пришел от ветрогенератора который вы видели и он тут потихоньку греет цены внутри этот эта мощность у этого на 2 киловатта вот тут не видно но здесь на полтора киловатта и на 300 ватт солнечных панелей оба они 48 вольтовый вот так что но этот вроде вентиляторы запустились но табло не засветилась то есть контроллер тоже вышедшие из строя то есть друзья понимаете когда работают электрики которые сюда привели 220 вольт без монтажников которые все это монтируют они просто тупо обесточили все это оборудование но не сняли на кругу не от солнечных панелей не от ветрогенератора и вся эта мощность от источников энергии выжигла все это оборудовать но так и зачем так делает не пойму потери вы можете посчитать сами два контроллера аккумуляторов по 200 ампер гель ну плюс вот еще вот этот вот инвертор не знаю по какой причине вроде искрит когда ставишь но видно что это не кондеры заряжаются и от этого постоянно искрит очень сильно поэтому он тоже на выброс вот такие вот масштаб такой потерь сейчас еще пойдем замерим ток идущий светра генератора с вас там тоже на самом деле в коробке такой ужас ну посмотрим в общем вот такие дела странно ведет себя ветрогенератор в час вот он видно что стоит на тормозе да вы увидели а когда там работал ветер вроде не менялся он прям умудрялся раскручиваться как говорится на все сто то есть там замкнул контроллер и пас на постоянку на пены передает так сказать напругу вот сейчас хочу проверить вообще фазы не сгоревшие вскрыв эту коробку я обнаружил там три автомата на 63 c что является грубейшим нарушением подключения ветрогенератора к нагрузкам одна фаза вообще была выключена и он вот так вот на двух фазах пытался защищаться в общем я решил поставить этот ветрогенератор на нормальный тормоз то есть максимально близко к витрику замкнуть фазы поэтому зачищаю сейчас провода альтернативщики понимают почему нельзя ставить такие автоматы в цепь между контроллером и ветрогенератором но для новичков объясню если на ветрогенератор пойдет хорошая нагрузка контроллер может там резко включить балласт и пиковые токи могут превысить номинала этих автоматов ветрогенератор отобьется от нагрузки и пойдет в разносно сильном ветре на линии проводника между ветрогенератором то есть переменного тока да и контроллером до диодного моста можно поставить всего лишь два так сказать прибора первое это узи которые могут 1 2 3 4 полюсные быть для того чтобы снимать разряды там молнии либо другие электромагнитные наводки до которые возникают в проводах и в обмотках генератор и второе это можно поставить 2 либо 3 полюсный автомат который будет принудительно тормозить ветрогенератор для того чтобы можно было безопасно отключить проводники от контролера заряда и обращу ваше внимание они ставятся не в разрыв проводника а параллельно им сейчас покажу давайте рассмотрим систему торможения вот на двухполюсном можно использовать трехполюсный но если у вас его нету вот на двухполюсном я покажу то есть светрика идет три фазы 2 верхней фазы не замкнуты между собой спокойно заходит в один контакт во второй контакт и эти же проводники идут потом дальше на диодный мост 3 3 фаза идет замыкает вот так замыкаете нижнюю контакт на коротко и также проводник туда проходит и насквозь дальше проходит на 3 контакт диодного моста и когда вы замыкаете но включаете так сказать автоматы то все три фазы между собой замыкаются так как в контроллере стоит диодный мост и напряжение отсюда никакое не идет то есть короткого замыкания не происходит но при этом ветрогенератор останавливается что фазы не сгоревшие я хочу проверить он должен начать раскручиваться и напряжение расти опять двенадцать девять десять одиннадцать тринадцать четырнадцать есть двенадцать тринадцать пятнадцать есть тридцать есть вот этот железный стук я тоже испугался потом оказалось что ветрогенератор просто прикручена проволоку на к мачте все нормально вот видите он должен вот так останавливаться просто вы хозяину скажите пусть он не пугается когда он приедет и увидит что он не крутится я его реально затормозили да мы его затормозили вот я его замык заматываем все желательно на самом деле вот если он не эксплуатируется его желательно демонтировать хотя бы просто снять но не эксплуатируется обратите внимание вот сейчас закорочены все три фазы и как он медленно крутится а вот это видео которое было снято до этого когда было закорочено всего две фазы и выбитый один автомат и как он быстро крутился и вот эти две фазы не удерживали его и он даже на них мог раскрутиться до своих рабочих оборотов именно для этого я и проверял напряжение идущие с каждой обмотки для того чтобы посмотреть не сгорела ли какая-нибудь из них конечно это тест на коленке но было видно что напряжение шло с каждой из вас забрался для того чтобы посмотреть не повреждены ли лопасти ну в общем они повреждены и побиты очень сильно когда я ранее сказал что ветряк прикручен на проволоку это серьезно он шатается на мачте и он просто прикручен проволокой дошло время до солнечных панелей нужно было посмотреть их номинал так как надписи никаких не было бирок не осталось но пришлось измерять ток холостого хода точнее напряжение от холостого хода и ток короткого замыкания холостого хода 43 вольта ток короткого 4.6 ток короткого замыкания так друзья давайте вернемся к мощности панели то есть если умножить ток на напряжение то мы получим около 197 ватт плюс там снижение напряжения в работе снижение тока в работе я думаю что это панели где-то на 150 ватт честные 150 ватт некоторые панели имеют вот такие вот выжженные прям как будто долго тыкали сюда сигаретой это похоже на стекло но в то же время как будто не стекло а поликарбонат с этой стороны он мягкий прям такой вот а с той стороны шуршавый вот видно может быть увидите вот такие выжженные прям участки сейчас попробую эти именно с выжженными есть вот это потом где-то еще здесь была такая же панель хочу посмотреть какая мощность у них вот именно те которые выжигли мне кажется ну ладно выводы буду делать потом замерил неудобно снимать и замерять поэтому скажу так 44 холостой ход и 46 топ короткого замыкания главное нет никаких таких вот есть только вот такая вот опознавательный знак и это единственная дырка которая сохранилась на этих панелях так все вот эти разводы если что это просто солнечные блики так панели целые вот тут тоже видите вот это блик это не изменение кристаллы конечно интересный часть синих часть черных лимона засунули в одну панель с этой стороны вот такой вот видите я думаю не прозрачная для сбора и преломления лучшего с той стороны конечно прозрачные стекло подложка панели белые рамки интересно то что прозрачная именно нету подложки белых привычном нашем понимании ну и того извините что так надеюсь ветра будет меньше и того панели рабочие мощность будет цифрами написано потому что сейчас я ее не считал вот ветряк я закоротил правильно закоротил чтобы он не дожигал уже контроллер и чтобы он не крутился на сильном ветре а был в нормальном полноценном электромагнитном торможении панели я думаю можно будет забрать с этого объекта ветряк тоже но вот оборудование жалко и того вывод друзья если вы делаете какие-то изменения электросхем своих там вот таких вот удаленных базах пожалуйста вместе с электриками приглашайте и монтажников кто вам монтировал альтернативу потому что электрики все отключили оборудование осталось без питания от аккумуляторов мало того что аккумуляторы умерли порядка над около на двух тысяч рублей сумма плюс оборудование выгорело из-за того что от солнца шло напряжение и от ветряка шло напряжение ну и плюс маленькие нюансы я о них рассказал и в ошибках подключения я очень не люблю ругать чужую работу я не буду ее ругать выводы делайте сами а 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 Субтитры создавал DimaTorzok